Приветствую всех на канале Сад Огород своими руками. В этом видео коротко хочу рассказать о том, когда и чем подкормить эустому для того, чтобы куст стал на ней шикарный, а цветы крупные и яркие. Давайте осмотрим растения, а потом я расскажу, чем подкормить. Эустома это цветы, долго развивающиеся, в среднем от посева до зацветания проходит 5-5,5 месяцев. В этом году мы посеяли эустому достаточно поздно, поэтому вот на конец июня она у нас еще не цветет. Ну и в принципе она обычно зацветала у нас в первой половине июля. Смотрите, как сейчас выглядит эустома. Ну, нормально развитое в принципе растение, начали закладаться уже соцветия, бутоны. Они еще не цветут, поэтому сейчас как раз тот именно момент, когда можно помочь их существенным образом укропнить. Ну, также, конечно, нужно продолжать наращивать сейчас кустик, чтобы листья более наполненные были, чтобы стебли были более толстые и чтобы само по себе растение было еще немножко повыше. А так, в целом, растение развивается органично и сбалансировано. Чем лучше всего сейчас, в это время, подкормить? Эустома кальциолюбивое растение. То есть, она любит кальциевые подкормки из кальциевых удобрений. У нас самое простое, самое надежное – это кальцинит. Или, другими словами, кальциевая селитра. В составе кальциевой селитры находится азот, который будет способствовать нарастанию листостеблевой массы и кальций, который также необходим иустоме для ее хорошего органичного развития. То есть, проводим кальциевую, по сути, подкормку кальциевой селитрой. 20 грамм кальциевой селитры на 10 литров воды. У нас иустомы в этом году немного, поэтому я на 5 литров развожу половину столовой ложки вот в этой леечке. Перемешиваем и проводим поверхностный полив. Друзья, кальциевые удобрения нельзя смешивать больше ни с какими удобрениями. Ни с калием, ни с фосфором. Эта подкормка делается отдельно от всех других. Баковой смеси здесь не допускается. В самой подкормке нет ничего сложного. Просто необходимо знать, чем подкормить иустому. И когда своевременно проведенная подкормка любых растений нужным удобрением, нужным питанием, приводит к наилучшим результатам при выращивании. Все очень просто. Если выращиваете иустому, и она у вас примерно в таком развитии, проведите такую простую подкормку, и результаты вас обязательно порадуют. На этом видео закончу. Всем красивых цветов, мирного неба над головой. До свидания, до новых встреч.